Сегодня, 21 февраля, во всем мире отмечается День родного языка. Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и призван привлечь внимание к важности изучения и сохранения родных языков. Учитель русского языка и литературы Палагин Дмитрий Юрьевич рассказал нам о важности изучения и сохранения богатства и красоты родного языка для будущих поколений. Он призвал своих учеников не только изучать русский язык, но и уберечь его, считая это своим долгом перед родиной и предками. В последние два года внимание к языку просто обязано было вырасти, потому что национальное самосознание обрело несколько новое звучание. И это надо поддерживать, и это просто обязано было стать государственной политикой. Родной язык – это часть нашей культурной и исторической идентичности. Он передает традиции, ценности нашего народа, помогает нам понимать историю и наследие предков. Знание языка также способствует укреплению семейных связей и общению с близкими. То, как говорят в семье, каким языком говорят, русский язык тоже разный бывает, сами в курсе. Поэтому бережное и такое очень аккуратное отношение к языку в семье формирует некий уровень, которого ребенок придерживается и в школе, и в общении на улице. А второе – это, конечно, школа и два предмета. Ну, в школе вообще все предметы прививают в любовь к языку и умение пользоваться им. Это тоже очень актуальное умение. А так русская литература, вне всякого сомнения. Дмитрий Юрьевич подчеркнул, что знание родного языка является одним из важнейших аспектов воспитания учащихся. В предыдущие два года, насколько я помню, были введены предметы родная литература и родной язык, как усиление изучения языка. Учебники были новые, построены именно под эти предметы. Может быть, у моих коллег и были замечания по этим учебникам, но они позволили детям увидеть, что русский язык – какое-то отдельное образование, вот именно в предметном плане, и заслуживает определенного внимания. В этом году этих предметов нет, но акцент сделан на качественные ответы. Вышли даже нормативные акты, они недавно, буквально недели две назад, я так толком не ознакомился, но по сути это является новым решением, потому что ответ ученика на уроки должен быть объемным, должен быть складным, состоит из предложений, а не как там у Элочки, Людоедки, сколько там слов было, или у Башмачкиной шинели. То есть требования, и даже не требования, наверное, рекомендации, требования к тому, чтобы язык на уроке лился красиво, как у классиков русской литературы. Александр Зайцева, Александр Суюшев, Глеб Власов, Тихон Бузынкин. День города.